Тима дня начинает работу в прямом эфире. Здравствуйте! Сегодня мы подводим итоги года и прежде всего прямо сейчас культурного. Жизнь края была очень насыщена. Насколько? Попрошу рассказать мою коллегу Екатерину Славянскую. Катя, здравствуй. Здравствуй, Анечка. Спасибо, что пригласила. С удовольствием поговорим. Ну как же мы про культуру без тебя. Да, очень многие события были посвящены 75-летию. Освобождение Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. И в краевой столице появился Театр Защитника Отечества. В Краснодарском академическом театре драмы представили спектакль о нашем герое-земляке Мартышко. Он называется. И кипела жизнь, конечно же, во дворце искусств премьера. Там открыли остров сокровища. Там всех времен дали новое рождение. И, конечно, продолжили традицию новогодней фантазии. Ну и подробнее предлагаю с нашей гостьей поговорить. Это режиссер-постановщик Краснодарского муниципального творческого объединения премьеры Жанна Поноварева. Здравствуйте. Здравствуйте, Жанна. Моя дочка уже была на вашей замечательной сказке. Конечно, каждый год вы просто удивляете нас своим полетом фантазии. Потому что как вы это делаете, как возможно настолько перевернуть все, что вроде бы ты смотришь, это знакомые кусочки сказок, но они так красиво собраны на вот эту вот единую нитку сценария. Расскажите хоть немножечко о секретах подготовки. Если мы говорим о новогоднем спектакле, это всегда уже горят глаза и чешутся руки его ставить, потому что... Даже сейчас? Это огромное чудо, которое... Уже задумки на Новый год. Потому что это такое большое чудо, это такой большой поток зрителя в эти дни, энергии, отзывов, счастья, счастливых глаз. И всегда с радостью придумывается, и очень легко, я вам скажу, придумывается новогодний спектакль. Ну, хочется отметить, что это такая, скажем так, общая структура, где и шоу-театр, и актеры, молодежного. Кто еще участвует? Собственно, да, но еще очень много цехов занято, потому что, да, это огромное, большое количество декораций, они сложные. Отличающие костюмы, как всегда. Костюмы, да, да, да. Все это наши вот цеха, их... То есть получается, что полет фантазии сценаристов и режиссеров ничего абсолютно не ограничивают, как в Голливуде. Что нафантазировали, то вам и слепили. Да, да. Расскажите немного о сюжетной линии этого года, как пришла идея, и что, может быть, в процессе реализовывалось. Вы знаете, очень большая ответственность лежала, потому что это юбилейная новогодняя фантазия, и очень хотелось и традиционные сделать, ходы использовать, но и чем-то насытить. Когда мы встретились с этой пьесой, которая, на мой взгляд, очень глубокая пьеса, с елочкой, которая не понравилась всем, потому что ее внешность не подошла, как она подумала, и которая решила измениться, скажем, похорошеть, чтобы нравиться, а в итоге изменилась и стала очень хорошим настоящим другом, и этим обрела себе близких и друзей, то вот здесь еще много очень смысла в спектакле заложено. Помимо яркости, помимо песен, помимо интересных характеров, большой глубокий смысл, что, мне кажется, очень важно для спектакля. Жанна, вот каждое ваше представление, оно живое, несмотря на то, что в день там несколько случается спектаклей, бывает ли так, что приходится как-то менять немножечко по ходу пьесу, или, может быть, какие-то детали вносить? Как обычно к этому относятся актеры? Актеры с радостью к этому относятся, потому что все понимают, что режиссер и постановочная группа – это те люди, которые видят со стороны. И если пришла идея, и она только украсит, улучшит спектакль, то, конечно, все с радостью на это идут. Ваши дети на какие ходят представления на Новый год? Мой ребенок ходит на все мои, естественно, спектакли, и на взрослые постановки, и на сказки. 12 лет. А, то есть он уже взрослый, он уже понимает все ходы, как вы говорите. Да, 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 да. Конечно, его сложно удивить, потому что ребенок театральный, ребенок все знает изнутри, но, тем не менее, он всегда удивляется, как раскрываются артисты, когда он видит этого героя, этого человека другим. Вот для него такие открытия. Ну да, он со стороны еще за кулисами имеет возможность с ним пообщаться. Ориентируетесь вы на него как-то? Вот как-то он, может быть, говорит, а вот я там был там-то, и вот видел интересный ход. Я с ним советуюсь, когда ставлю спектакль, потому что я его спрашиваю, как ты думаешь, скажем, а почему вот этот персонаж поступил вот так? И он со своего возраста начинает мне это объяснять. Или когда начинаешь придумывать сценарий, и в каком-то тупике оказываешься, опять же, я подхожу к нему и говорю, слушай, а что могло бы быть, если бы произошло вот это? Как дальше? И он тоже начинает наворачивать. Вот кто помогает сценарий писать, тебе становится ясно. Ну давайте перейдем к еще одному знаковому событию, Остров Сокровищ. Остров Сокровищ, да. Как взялись за это? Очень неожиданно. Идея зрела-зрела, но как-то все, не было такого случая. Случай подвернулся, и здесь был большой, потому что прежде всего это ведь не сказка. Мы привыкли приходить во Дворец искусств на сказку, а это не сказка, это спектакль. Там нет чудес, там не прилетит фея и никого не спасет. И в общем-то, если взять произведение, то достаточно сложное оно, где есть... Я бы даже сказала, криминальный триллер. Как адаптировали? Вот главный вопрос. У меня очень сильная команда композиторов, прежде всего, которые подключились и написали потрясающую музыку. Да, она схожа с музыкой современных фильмов, ну то есть по стилистике такой. Что, да, придало... То есть все, скажем, такие острые, страшные моменты мы сделали музыкальными. Тогда они и воспринимаются легче, но и трагизм получается, ну не в той степени, потому что очень не хотелось, ну как-то пугать. Какие были отзывы после того, как появилась такая премьера? Не было ли сказано, что вот вы всегда были светочем, добрым, красивым? Отзывы были разные, собственно, они и всегда по всем постановкам разные, но, безусловно, мальчишкам эта история очень интересна. Поэтому они все проникаются туда, зал сидит в тишине, смотрит и... Это главный показатель. Да, это главное. Там нет интерактива, опять же, да, то есть совершенно не используются те стандартные ходы, где детки привыкли, что мы с ними работаем, мы их подключаем. Здесь действительно нужно прийти и час десять наблюдать за действием, потому что если ты пропустишь что-то в начале, тебе не будет очень там, что-то непонятно будет в конце, потому что это сюжетное время. То есть здесь увлечь надо было с самого начала? Давайте поговорим о том, для взрослых, вы тоже сделали свою программу, я говорю сейчас о голоса фуррева, это, ну мне кажется, такой новый, свежий взгляд на известные композиции, вот немножко расскажите. Здесь огромная-огромная благодарность, прежде всего, солистам шоу Театра Премьера, это была их идея, с которой они ко мне подошли, и мы начали работать там буквально за полгода до того, как сам родился спектакль. Огромная работа проделана музыкальными руководителями шоу Театра Премьера, потому что все аранжировки, каждая нота, это все было под их чутким руководством, в этом плане я всегда им доверяю, знаю, что они сделают это очень интересно. Как планируете провести свою новогоднюю ночь? Куда вы пойдете? Это будут гости, это будут какие-нибудь, не знаю, театральные площади, центр города, или по традиции с семьей? Есть у меня такая традиция, шестой год уже, встречать Новый год с коллегами на театральной площади, потому что мы даем концерт в ночь с 31 на 1, да. Есть такая традиция работы. Существуют ли какие-нибудь, может быть, маленькие радости, которые вы себе позволяете, маленькие, может быть, подарки у коллектива, с которым вы будете работать в этот день? Вы знаете, у нас у звукорежиссера в этот день день рождения, и мы всегда обязательно ее поздравляем прежде всего, потому что... 31 декабря? Да, 31 декабря. И мы встречаемся вечером на площади, мы же сначала репетируем, выверяем все до того, как начнем на зрителя работать, и поздравляем прежде всего ее. А дальше уже, да, все друг друга как-то подбадривают, что-то дарят, какие-то сюрпризы готовят. Очень атмосфера праздничная, теплая, и несмотря на холод на улице, тем не менее мы... Какой холод? Это же Кубань. Нам сказали уже, что будет плюс в новогоднюю ночь. Это прекрасно. Да, так что не переживайте. Хотела спросить еще, Жанна, может быть, хотите что-то пожелать нашим зрителям, может, чего-то интересного, волшебного в новогоднюю ночь? Вы знаете, я очень-очень хочу пожелать нашим зрителям, чтобы в следующем году у них было много поводов для искренних улыбок. Мне очень хочется, чтобы все стали счастливее, добрее, чтобы действительно жизнь насытилась теми желанными событиями, о которых мечтают, о которых думают и которых ждут. А режиссер-постановщик о чем мечтает в следующем году? Что реализовать? Ох, режиссер мечтает о многом, конечно же. Я совершенно не могу сидеть без работы. Я, как только заканчиваю один проект, начинаю работать над другим. Иначе, ну, как-то я уже себе не представляю свою жизнь. Поэтому сейчас уже готовится, скажем, 6 января. У меня будет сказка с оркестром симфоническим, где я предстану в образе Шахерезады. Ох ты! Да, а дальше уже тоже пойдут и городские события, к которым надо будет готовиться, и постановки. У нас у шоу-театра премьера будет огромная постановка. Я буду в данном случае зрителем и всех хочу пригласить, потому что «Летят утки при чуде сердца». Это совершенно новый, очередной новый взгляд на шоу-театр премьера. А что это такое будет? Жанр хотя бы обозначите? Жанр при чуде сердца. То есть вы начинаете становиться уже начальниками настоящих жанров? Да, да, да. Там тоже работает очень мощная команда, будут стильные, изящные декорации. Музыка завораживающая. Все, дальше не буду говорить, потому что раскрою иначе все секреты. В этом году удалось все реализовать? Да, абсолютно. С чистым сердцем, с новыми мыслями в следующий год? Да, да, только так. Спасибо большое, Жанра, что смогли к нам сегодня прийти. И, конечно, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Пусть он у вас будет интересный, легкий, и ваши планы реализуются. Спасибо большое.